Добрый день всем любителям березового кваса, да и тем, кто хочет научиться его готовить. Все очень просто, рецепт простой. Вот столько я уже наделал в этом году. Делал много ходок. В лесу сделал дырочки в березах, ставил туда трубочки пластиковые, замазал садовым варом дырочки, чтобы березовый сок тек только в трубочку. Ну и вот за каждый день где-то по 10 литров кваса собираю. Значит, рецепт кваса очень простой. Ну, настолько простой, что сможет сделать любой. Этот рецепт бездрожжевой. Дрожжи я не использую. Так как рецепт с дрожжами мне не понравился, и я остался недоволен этим квасом. То есть он был, ну, не такой вкусный, можно сказать, даже еще и пугающий. В плане того, что выпиваешь, и потом можно в одном месте долго просидеть. А вот этот вот квас, вот этот вот способ, очень удачный. И главное, летом, когда жарко, достаешь бутылочку такого кваса, выпиваешь бодрячком. Вообще здорово. Значит, как мы готовим? Березовый сок. В данном случае он уже у меня с сахаром. Я сюда добавил. Значит, на литр березового сока мы добавляем 2 столовые ложки сахара. Так, не больше. То есть 2 столовые ложки. Тут я уже добавил 2 столовые ложки сахара. Значит, берем чистую вымытую бутылку. В принципе, любую. Там, пластиковую. Главное, чтобы была хорошая закрутка. Чтобы, не дай бог, когда квас будет газированный, чтобы не вырвал пробку. Значит, что далее делаем? Берем воронку. Берем квас. И наливаем. Квас, вернее, еще пока березовый сок. Чуть-чуть не хватило. Но наливать надо до конца. В данном случае, не хватило мне. Я добавлю чуть-чуть родниковой водички до самого верха. Главное, чтобы в бутылке не оставался воздух. Чтобы максимально по самое горлышко налить березовый сок. Далее добавляем на литр 6 изюминок. 6, не больше. А то неизвестно, что произойдет. Вот я добавлял 6. Так. Дальше. Вот получается вот так вот изюминки. Сейчас долью немножко водички, чтобы вот у меня до горлышка было. Итак. Вот долили воды. Вот по самое-по самое горлышко. Теперь берем пищевой пакетик, половинку пакетика, сворачиваем его в два раза и накрываем бутылочку. Для плотной изоляции, чтобы воздух не попадал. Берем крышечку, которая хорошо одевается и закручиваем. Закручиваем сильно, так чтобы четко все там держалось, не дай бог не оторвалось. Вот. Можно также использовать бутылки из-под шампанского. Способ такой же. Пробку с пластиковым закрываете и сверху проволокой закручиваете. Тоже очень даже неплохо держится. Вот. Дальше. После всего этого мы берем все эти бутылки. Кладем в погреб вертикально. Вот таким вот образом. на 2-3 месяца. И через 2-3 месяца вы получаете великолепный напиток. Пьете с удовольствием. По поводу спиртовых оборотов не знаю, не мерял. Ну, что-то там чуть-чуть может быть и есть. Не знаю, но мы его пьем не для этого, мы пьем для вкусного напитка. Там, я не знаю, получить вкусный напиток, получить удовольствие. Тем более, когда жарко, такая вещь вообще незаменима. Всем удачи в приготовлении березового кваса. Вот в таком виде складываем погреб. Поехали. 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 Поехали.